Изучение АЛАН насчитывает уже более 200 лет, на рубеже 17-18, в начале 18 века, то есть 18-19, извиняюсь. То есть первые исследователи тогда, европейские, Ян Потоцкий, Юлиус Клопрот, обратили внимание на этот древний народ и попытались собрать разрозненные факты из письменных источников античных об этом народе. Тогда же впервые идея о том, что современные осетины являются потомками АЛАН, потом это исследование продолжалось, все больше и больше историков, этнологов, тогда, собственно, этнографов, наверное, правильнее сказать, тогда еще наука, этнология не сформировалась. Скорее можно об этнографии, об описательной такой науке говорить. Вот занималась изучением истории этого народа и за прошедшие 200 лет много, конечно, сделано в АЛАНоведении. И мы сегодня достаточно хорошо себе представляем материальную культуру АЛАН и раннего периода, и эпохи развитого Средневековья, и достаточно хорошо знаем АЛАН по археологическим материалам. Ну, в частности, историю Кавказской АЛАН мы сегодня более-менее обстоятельно можем писать, сформулировать на основе главным образом знания письменных и археологических источников. И если письменные источники у нас особо не добавляются, потому что, ну, как-то то, что есть, уже достаточно хорошо изучено, переведено, интерпретировано, если появляются, то какие-то отдельные новые находки, не очень существенные, не очень меняющие наш общий взгляд на АЛАНскую историю. Вот, то археологические материалы, они, конечно, увеличиваются со временем и количественно, и качественно, и вот эти археологические материалы иногда заставляют нас пересматривать какие-то взгляды на АЛАНскую историю. Ну, вот, в частности, если говорить о ранней АЛАНской истории, естественно, вот, ну, мы говорим, что осетины, потомки АЛАН, ближайшие наши предки АЛАНы, это такая, ну, скажем, фундаментальная столбовая дорога в науке, хотя вы наверняка слышали о существовании, там, большого количества разных других версий о тюркоязычности АЛАН и так далее, и так далее, ну, в общем, это все, так сказать, к серьезной науке отношения не имеет, а вот такая серьезная, так сказать, столбовая дорога в науке, она говорит о том, что осетины прямые, непосредственные потомки АЛАН. И, естественно, нас вот интересует вопрос, кто они такие, добрый день, откуда они, собственно, взялись, откуда они пришли. АЛАНы появляются в письменных источниках в первом веке нашей эры, где-то в сороковые годы первого века нашей эры, они появляются, об этом тоже многие ученые писали, как бы внезапно никто из древних авторов об их истории не пишет, за исключением каких-то, ну, отдельных фраз, как, скажем, там, Дион Касси пишет АЛАНы, это прежние массагеты. Вот. Или, как Иосиф Лавий говорит, АЛАНы – это часть скифов. То есть, вот такие отсылки к прошлому АЛАНскому, к предкам АЛАН мы имеем, но ничего более основательного нет. Ну, конечно, интересно в этом разобраться, откуда они вдруг взялись, они начинают упоминаться, как народ знакомый античным авторам, историкам, географам, греческим, латинским. И вот здесь на сегодняшний день существует, ну, наверное, с десяток совершенно разных гипотез, часто взаимоисключающих друг друга, часто достаточно близких, но тоже не идентичных о том, кто этот народ, откуда пришли АЛАНы. То есть, ну, вот ранний этап истории АЛАНской, их этногенез, их происхождение. Ну, условно говоря, все существующие на сегодняшний день версии можно объединить в две такие большие группы, все гипотезы происхождения АЛАН. Ну, условно, мы их можем назвать автохтонистские теории и миграционные теории. Значит, автохтонисты считают, что АЛАНы – это народ, который сформировался в южно-русских степях, на Дону, на Северном Кавказе, ну, включая, скажем так, Северный Прикаспий, то есть, ну, вот южно-русские степи. То есть, АЛАНы, как этно, сформировались уже здесь. То есть, миграционисты считают, что АЛАНы – народ, который пришел в южно-русские степи, уже сформировавшимся. И народ этот пришел откуда-то из Азии. Ну, вот исходную точку, откуда пришли АЛАНы, миграционисты называют разными. Разные такие вот пункты, разные места формирования АЛАНского военно-посад. Ну, кто-то считает, что это, ну, Центральная Азия, скажем так, общим таким термином. Средняя Азия, как говорили в нашей отечественной историографии долгое время. Ну, по крайней мере, это территория Древней Бактрии, это север Афганистана, прилегающие территории. Вот. Другие исследователи считают, что АЛАНы пришли откуда-то с западных границ Китая, с Индзян, западные провинции Китая. Другие исследователи считают, что корни АЛАНские уходят еще дальше, на восток, и АЛАНы пришли из Южной Сибири, из Горного Алтая. То есть, вот, пункты называются разные. Как, собственно, есть и в теориях автохтонистских, тоже разные точки зрения, разные взгляды. Кто-то считает АЛАН потомками АОРСов, скажем, кто-то считает, что АЛАНы – это результат смешения каких-то поздних скифских племен с армадскими племенами. Ну, в общем, тоже разные точки зрения. Ну, это вот две большие такие группы теорий. При этом нужно сказать, что существуют еще некоторые гипотезы, которые не вписываются ни в автохтонистскую, ни в миграционную модель. Ну, например, вот такой был историк-этнограф Мацулевич, он в 1947 году опубликовал статью, в которой он, значит, пытался доказать, аргументировать точку зрения о том, что существовало два центра формирования АЛАНского этноса. Один вот здесь, на Северном Кавказе, Южно-Русских степях, а другой как раз в Средней Азии. Затем существует такая точка зрения, что, в общем-то, ну, родину АЛАН искать вообще смысла нет, потому что на раннем этапе термин АЛАНЫ был не этническим, а социальным. То есть АЛАНЫ – это не какой-то народ, а АЛАНЫ – это название социальной группы, это название воинской прослойки разных сарматских племен. То есть вот те молодые люди, которые, значит, представляли собой некое воинское сословие, или, как Щукин пишет, воинский орден, и которые, значит, зарабатывали себе на жизнь главным образом организации военных походов, участием в этих военных походах, грабежами, значит, поиском славы на бранном поле, добычей трофеев и так далее, и так далее. Ну, соответственно, какие-то такие небольшие военные экспедиции с целью, там, угона скота, пленных и так далее, и так далее. Вот, в общем, это такая некая социальная прослойка, это очень хорошо подготовленные воины, обладавшие, значит, определенным набором, там, личностных качеств и прекрасно подготовленные в смысле военного дела. Вот они назывались АЛАНЫ. А потому, как бы, ну, и смысла искать их родины нет, потому что, ну, как искать родину, термину, там, офицер или воин и так далее. И только со временем этот термин, значит, становится и социально-этническим, и обозначает уже, значит, какое-то объединение ираноязычных племен качевых. Ну, в общем, вот такие разные точки зрения. И если вот мы посмотрим на всю историю изучения ранних АЛАН, то такая любопытная картина вырисовывается, то, как по-разному склонялась вот чаша весов в науке в пользу либо автохтонистов, либо в пользу миграционистов. Ну, вот изначально, скажем, в начале 20 века такие известные маститые исследователи, как Ростовцев, Вернадский, они считали, что АЛАНЫ пришли из Азии, и вот их точка зрения в науке доминировала. И, в общем-то, большинство тогдашних исследователей, а тогда их было не так много, они тоже склонялись в пользу вот идеи того, что АЛАНЫ пришли из Азии. Потом усилиями многих наших отечественных исследователей, таких как, скажем, Владимир Александрович Кузнецов или Юрий Сергеевич Гоглойте, так чаша весов немножко склонилась в другую сторону, вот они как раз стали доказывать то, что АЛАНЫ – народ, сформировавшийся здесь, на Кавказе, и вот, значит, какое-то время эта точка зрения была в науке основной, такой доминирующей. Ну а потом, как я уже говорил, вот этот постоянный новый археологический материал иногда, в общем-то, меняет нашу точку зрения.